Два человека погибли в огне в частном доме поселка Таргашино. Предварительная причина возгорания короткое замыкание. Деревянные здания и постройки во дворе сгорели практически полностью. Подробности расскажем в нашем следующем репортаже. Таргашино опять дом сгорел. Сегодняшнее утро началось с трагедии. В 4 утра в поселке Таргашино загорелся дом на улице Бодрая. Примерно через 15 минут на место приехали пожарные бригады. Местные жители, почувствовав запах гари, тоже попытались помочь потушить огонь. Они знали, что в доме находятся два человека. Супружеская пара пенсионеров много лет жила в этом доме. Соседи рассказывают, что погибшие вырастили двух дочерей и находились со всеми в хороших отношениях. Погибшие хорошие, конечно, люди. Мы все равно дружно жили. Но, конечно, в частном секторе электропроводка, мы думаем, электропроводка загорелась. Люди не спали. Все спали. Мы заметили пожар. Душили. Сами брат заметил первый. Там, ну, шланги, уже были протянутые огород поливать, шланги, потому что у нас тоже там угол прихватило. Сюда залезли. Ну, уже было сильное возгорание. Здесь с улицы тоже соседи собрались, через забор перелезли, открыли ворота. Люди были хорошие. Прям, я говорю, чуть-чуть не потекли, когда узнал. Ну, у нас хорошие отношения были. Я насчитал три пожарные машины. Ну, надо сказать, у нас тоже когда-то был пожар. Тушили гораздо дольше. А тут в течение нескольких минут сбили пламя. Ну, потом уже, конечно, ну, бессмысленно, естественно, что только что не перекинулось на остальное из дома. С огнем боролись 25 человек и 9 пожарных машин. Были привлечены несколько спасательных бригад, но все равно на тушение ушло больше трех часов. Дом и надворные постройки сгорели полностью. В 4.29 местного времени пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Полная ликвидация пожара в 7.43. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В ходе тушения пожара от МЧС России привлекались 14 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Единственные выжившие после страшного пожара в доме номер 6 – домашние собаки Чупа и Моти. Сейчас они остались без своих хозяев. Наверное, родственники возьмут. Ну, вы с ними, наверное, встретитесь, если спросите, что собака им будет. Ну, в крайнем случае, наверное, сейчас ведь есть приюты все-таки. Мария Лисицына, Сергей Раков, 7 канал.